всем привет друзья вы на канале бэдбум и здесь мы рассказываем интересные истории из мира спорта не забывайте подписываться ставить лайки этому видео писать комментарии давайте начнем сегодня мы поговорим с вами о темных лошадках андердогах предстоящего евро 2024 команда которых нейтральный зритель не ждет успеха однако именно они могут выстрелить и подарить нам незабываемые эмоции от своего выступления на турнире поехали итак грузия фанаты заполняющий все поле рождение нового национального праздника прямо на газоне кинзмараули рекой такую радость не часто увидишь сборной грузии впервые своей истории вышла на крупный международный турнир в финале стыковых матчей евро 2024 команда вилли саньоли победила в билиси по пенальти сборную греции и получила путевку на чемпионат европы на евро 2024 грузина сыграет в группе с португалией турции чехии я абсолютно уверен через девять месяцев после первенства в грузии появятся малыши названные именами главных действующих лиц национальной команды давайте подробнее о них все знают главную звезду грузии вичу к вратсхелию вингер один из архитекторов долгожданного чемпионства наполи со спалетти грузинский кудесник и по сей день стартовый выбор в неаполе который делает больше 20 баллов по гол плюс пас второй сезон подряд и это в свои 23 однако хвич часто критикуют за предсказуемость и честно говоря обоснованно но разве это имеет значение если он продолжает выдавать результат как говорится все гениальное просто гурацхели неуклюжий но очень эффективный дриплинг которым он успешно переигрывает соперников высокой стартовой скорости классный удар со средней дистанции поэтому неаполитанцы прозвали его кварадон на однако сборной грузии помимо хвича есть и другие ценные игроки советую присмотреться георгию чиквитадзе потрясающая скорость и исключительный контроль мяча ярко выделяют этого игрока на поле ему удалось сделать эти два параметра своей визитной карточкой вы не спутаете его с другим игроком чиквитадзе в основном играет центральной зоне где как раз ценится выносливые футболисты готовы вспахивать поле от начала и до конца встречи но он не менее хорош и на левом фланге который обычно забронирован хвичей особенно ярко георгию удается классический прием смещение в центр и крученный удар тема атакующего потенциала чиквитадзе пока не раскрыта поэтому предстоящий евро может всерьез изменить его карьеру все-таки уотфорд где за четыре года сменилось 11 тренеров не лучшее место для такого талантливого 24-летнего игрока и это еще не все если у кварадона и есть конкурент по популярности среди футболистов соотечественников то это галкипер валенсии мамардашвили его звезда взошла три года назад когда молодой вратарь громко заявила себе в локомотиве тбилиси да так здорово что ему купили билет до испании но самое впечатляющее то что мамардашвили мгновенно стал первым номером летучих мышей через пару лет после трансфера георгий сумел не только сохранить заданный уровень и прибавил в ход на крови что особенно важно для футболиста его амплуа в этом сезоне местный бэтмен так отчаянно защищал свой готом что отстоял на ноль как минимум в 12 матчах для понимания того насколько крут мамардашвили его рыночная цена выросла в 10 раз за последние два года убедительно важнейшим мотором это удивительной сборной является ее главный тренер вилли саньоль француз возглавил команду феврале 2021 но путь к успеху получился непростым отборный мундиаль был полностью провален никто всерьез и не рассчитывал квалифицироваться в катар ведь конкурировать с испании швеции и грецией на тот момент грузии было не по силам и все же 8 матчей без побед настораживали отборочный цикл на евро тоже оказался слишком сложным для грузии снова испания норвегия с холландом и эдегором и добавок еще и лютая шотландия спасительная лига наций помогла добиться успеха тем более поколение подросло замечательное грузия едет на евро повару саньоли удалось собрать все необходимые ингредиенты для своего футбольного хачапури сам тренер мука он всех собрал воедино мамардашвили это сыр он лучше всех тянется за мячом летящим в ворота чиквитадзе творог располагается в центре и без него никуда ну а яйца это сборная тахвич и хворацхели со своим горячим темпераментом лично я жду от этой компании яркого и безбашенного футбола вы просто подумайте они уже национальные герои им просто нечего терять идем дальше хорватия парадоксально но на чемпионатах европы хорвата далеко не так успешно как на мировых первенствах дальше четверть финала пройти не удавалось а уж о трофеях остается только мечтать вот и на предыдущем евро команда златка дальше со старта проиграв англичанам все-таки вышла из группы оставив позади чехов и шотландцев но в первом же стыке уступила испании игра получилась очень бурный и завершилась дополнительное время со счетом 35 не в пользу хорватов грядущее первенство станет последним для поколения модрича брозовича и других ветеранов это поколение уже доказала свою легендарность на двух мундиалях подряд 2018 2022 также они сумели добраться до финала последнего розыгрыша лиги наций а теперь имеют шанс громко хлопнуть дверью в германии как думаете получится конечно получится на стороне сборной хорватии сумасшедший опыт сильный тренер лепивший собственноручно эту команду 17 года и волшебник под номером 10 против парней из загреба может сыграть их возраст и тяжелая группа начинать хорватам предстоит без какой-либо раскачки матчем с грозной испании среди главных звезд можно выделить футболистов манчестер-сити ёшка гвардиола и матео ковачевича их просто обожает пеп гвардиола амбассадор хорватского футбола лука модрич последний раз наденет капитанскую повязку в сборной на большом турнире он начал профессиональную карьеру в загребском динамо затем перешел в тоттенхэм откуда весьма вовремя соскочил узнав о бестрофейном проклятии в отличие например от кристиана эриксона краеугольным камнем в карьере стал переход двенадцатом году мадридский реал со сливочными модрич выиграл три национальных чемпионства два кубка короля и пять лиг чемпионов уэфа так что более опытного игрока в стане сборной хорватии представить сложно не менее ценно достижение хорватского кройфа в качестве игрока сборной лука помог соотечественникам добраться до титула вице-чемпионов мира а затем подтвердить обоснованность этого успеха бронзовыми медалями четыре года спустя так что модрич национальной команде это как святой апостол лука остается только молиться и верить что последний танец окажется успешным а что в италии легендарная сквадра адзура очень быстро обновляется состав который выигрывал предыдущий турнир очень сильно изменился мамонты бану чайки или не громко ушли со сцены и передали бесценный опыт и победные традиции молодым и дерзким новичкам защищать титул предстоит новому поколению итальянских талантов во главе с матерым волком лучана спаллете после скандального ухода из сборной роберто манчини чемпион серии а как нельзя кстати расстался со своим тренером на данный момент это самый подходящий адмирал для этой эскадры итальянцы на вайбе действующих чемпионов отобрались на главный турнир правда получили в квалификации 2 оплеухи от англичан финал предыдущего евро представители туманного альбиона засел в памяти достаточно глубоко джейден санчи маркус рэшфорд кажется до сих пор не могут от него отойти в остальных же матчах расчетливая италия набрала очков ровно столько сколько нужно было для выхода сыграв в целом спокойно и прагматично оплотом надежности в составе луча нас полете безусловно является джан луиджи донорума лучший вратарь победного для итальянцев евро 2020 и достойный преемник другого великого джан луиджи который может спасти национальную команду не в одной серии пенальти даже если кто-то на примере баджи промахнется наследник буфона мега талант один из ведущих голкиперов европы все эти эпитеты донорума оправдал с лихвой блистательно отыграв предыдущие континентальное первенство также в его активе несколько ярких сезонов за милан смутное для красно-черных время молодой голкипер воспитанник клуба самым светлым лучом сейчас джиджи уже двукратный чемпион франции в составе фсж и пытается штурмовать вершины лиги чемпионов уэфа уже сыграл финале но уехал с серебром очередная попытка может оказаться весьма успешной лазурная команда едет в германии в статусе теневого лидера это не франция и не англия с грозными составами но при определенных обстоятельствах италия может стереть порошок всех конкурентов ну и последним андердогом в нашем списке я выделю португалию хотя сам мало верю в успех этой сборной поколение криштиану роналду еще в строю а сам он уже является настоящим футбольным шейхом саудовской аравии демонстрирую отличную форму оформляя один хит-трик за другим и обогащая команду победными очками его сборная очевидный претендент на первое место в группе конечно сборные чехии и турции постараются составить конкуренцию сборной португалии ну а про грузинов я уже рассказал в них тоже можно верить перед нами будет то самое поколение португальцев которое выиграло чемпионат европы во франции в 2016 году а в 2019 году смогло поднять над головой кубок лиги наций так что с португальцами придется считаться всем после чемпионата мира в катаре сборную возглавил экс-наставник бельгийцев роберто мартинес и отлично провел с ней квалификационный турнир португальцы оказались единственной европейской командой которая выиграла все свои матчи 10 из 10 они забили больше всех мячей 36 и меньше всех пропустили всего два но и нельзя надеяться только на криштиану ведь он как и многие другие легенды проведет последний большой турнир одними из главных лидеров команды могут стать футболисты манчестер юнайтед бруно фернандеш и диагу долот 1 на правах капитана и мю почти каждый свой сезон проводят забивая как минимум 10 голов и отдавая 10 голевых а второй и вовсе один из лучших игроков в системе эрика тенхага да представьте такие есть подключение долота в центр универсальность на обоих флангах и точные кроссы в штрафную могут стать главной фишкой в игре мартинеса в германии ну что же посмотрим смогут ли португальцы повторить свой успех повторюсь я в это слабо верю а что думаете вы напишите об этом в комментариях давайте обсудим сборные которые могли бы составить конкуренцию явным лидером ну и конечно не забудьте подписаться на канал bad boom и поставить лайк этому видео а мы будем и дальше радовать вас новыми футбольными историями всем пока